Как ваши дела? Делаете ли вы упражнения, о которых мы говорили в двух предыдущих уроках? Наверняка, если вы взялись за работу, то у вас уже есть успехи. И я радуюсь вместе с вами за ваши успехи, потому что моя задача сделать ваше выступление уверенным, красивым, а вашу речь четкой и грамотной. Ну что ж, давайте продолжать. И сегодня как раз-таки мы поговорим с вами о выступлениях. Очень часто мне говорят, мне предстоит публичное выступление, я не знаю, с чего начать. Сейчас я скажу правила, которые я всегда пишу на доске с самого начала. И когда я поворачиваюсь к своей аудитории, обычно я вижу такое выражение лица. Да вы что, это капитан очевидность, что вы нам говорите, это же все знают. Но, послушайте, есть огромная разница между знанием и деланием. Поэтому сейчас я расскажу вам некоторые очевидные вещи о структуре выступления и попрошу вас выполнить домашнее задание. И вы, выполняя домашнее задание, увидите, что это не так просто, как кажется. Поехали! Наше выступление, неважно сколько оно длится, две минуты, полчаса или полтора часа, должно иметь следующую структуру. Начало, середина и конец. Большинство выступлений, которые я вижу, имеют начало, имеют середину, но они почему-то без конца. Такое ощущение, что после выступления резко включился в зале свет и начали выносить мебель, а зрители как будто не поняли, что выступление окончилось, стали судорожно поднимать сумочки и уступать место людям, которые носят стулья. Ведь когда вы приходите в театр, вы точно знаете, что вот сейчас начался спектакль, потому что играет увертюра. Затем есть основная часть, а затем обязательно ярко выраженный конец. Артисты начинают кланяться, аудитория начинает хлопать, занавес закрывается. То же самое нужно сделать и в вашем выступлении. Первое, что нужно продумать, это начало. Когда вы выходите на сцену, первые пять минут – это самое волнительное время, потому что люди на вас смотрят, вы никого не знаете, все от вас чего-то хотят, вы хотите понравиться, вы не хотите забыть, вы не хотите показаться смешным или глупым. Очень большая ответственность. И порой люди, стоящие на сцене, если у них не отработано начало, они чувствуют себя не очень уверенно, начинают тушеваться и сразу переходят к основной части. Продумайте начало и прямо звучите эти слова наизусть. Что нужно сказать вначале? Нужно поприветствовать людей. Здравствуйте или добрый день. Далее сказать, как вас зовут. Меня зовут Анна Ивановская. Дальше скажите, кто вы. Желательно, чтобы вы могли это сказать одним словом. Я тренер. А затем добавить специализацию. Я тренер по ораторскому искусству и технике речи. Дальше проанонсируйте ваши события. Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на мое выступление «5 способов сделать утро бодрым». И на протяжении всего выступления я расскажу вам 5 самых действенных методов, как зарядиться энергией с утра и провести день максимально эффективно. А дальше расскажите фрагмент, связанный с регламентом. Сколько будет длиться выступление, когда будут перерывы и во сколько все окончится. Это нужно для того, чтобы каждый сидящий в зале почувствовал некоторую уверенность и определенность в том мероприятии, на котором он находится. Потому что, допустим, я пришла на мероприятие, прошел час, прошел второй. Оратор с тем же энтузиазмом продолжает рассказывать про способы, как зарядиться с утра. А я чувствую, что мне, например, нужно позвонить. Или мне несколько раз звонит один и тот же номер. Мне нужно выйти, но я не хочу упустить сути. И при этом я не знаю, во сколько будет перерыв. Поэтому, как только вы говорите четкий план мероприятия и четко расписываете по времени, люди сразу же понимают, о, все хорошо, сейчас будет перерыв, я выйду, смогу перезвонить и не буду переживать. Эту часть лучше всего заучить, чтобы вы очень четко, даже если вы жутко волнуетесь, могли сказать «Здравствуйте, меня зовут Анна Ивановская, я тренер по технике речи и ораторскому искусству». Сегодня я расскажу вам о трех принципах красивого выступления. Мое выступление продлится пять минут, после этого вы сможете задать мне интересующие вас вопросы. Вот так выглядит начало. Далее идет середина. И я рекомендую вам в начале, когда вы делаете анонс, сделать этот анонс в виде какой-то цифры. Это не обязательно, но это очень хорошо запоминается. Три способа выступить красиво и убедительно. Эта инструкция дает вам некоторую последовательность. Как помните, была когда-то программа «Делай раз, делай два, делай три». Когда я знаю алгоритм, мне запоминать информацию проще. Поэтому в середине выступления ваша задача рассказать о той структуре, о которой вы заявили с самого начала. И обязательно приведите примеры. Примеры лучше всего запоминаются, потому что мы из поколения в поколение, из уст в уста передаем истории, притчи, сказания, легенды. И это то, что напрямую соприкасается с нашей жизнью. Поэтому если ваше выступление будет лишено примеров, скорее всего оно запомнится не так, как если будут яркие примеры. Ну и последняя часть – вывод, о который большинство выступающих почему-то забывают. Вывод – это подведение итогов. В выводе обычно можно сказать так. Итак, дорогие друзья, я только что рассказала вам о трех способах выступать уверенно. Давайте повторю их еще раз. Первое – тренировать дикцию. Второе – тренировать глубокое дыхание. Третье – тренировать голос. Если вы будете делать эти упражнения каждый день, вы почувствуете, как ваши выступления станут уверенными. Хорошего вам дня! С вами была Анна Ивановская. Попробуйте по такой структуре создать любое выступление. Например, придумайте какое-нибудь выступление или вспомните выступление, которое прошло, тему выступления, которая у вас была недавно. И попробуйте составить четкий план. Как только в голове появится структура, что я зачем говорю и какой я из этого сделаю вывод, сразу же автоматически у вас появится уверенность. И страх о том, что я что-то забыла, ой, что я сейчас говорю, зачем я сейчас это говорю, он уйдет, потому что вы будете действовать по структуре. И еще. Самый главный вопрос, который вы должны задать себе перед тем, как выйдете на сцену, звучит так. Ради чего я выхожу? Его можно переформулировать. И получится такой вопрос. Какая главная мысль моего выступления? А можно задать его в виде такого вопроса. Что сделает зритель после моего выступления? Вы понимаете, о чем я. То есть выступить не просто ради того, чтобы выйти и отчитать заученный наизусть текст. Не дай бог. Это очень скучно. И самое главное, не нужно ни вам, ни вашим зрителям. Самое главное, чтобы ваше выступление имело какую-то цель. И как только вы в голове у себя прописываете эту цель, как только вы знаете, я выхожу выступать ради того, чтобы научить других людей чувствовать себя уверенно на сцене. И все мысли, даже если я вдруг забываю мысль, все мысли мои перенаправляются через этот главный вопрос. Понимаете, о чем я. Поэтому, когда вы выступаете, перед выступлением пропишите, какая главная мысль и цель моего выступления. Вот то, что я хотела вам рассказать о том, как создать структуру выступления. И теперь для вас домашнее задание. Попробуйте придумать тему своего выступления. Вы можете взять любую окружающую вас тему или вспомнить какую-то тему, с которой вы недавно выступали в своей компании. Пропишите начало темы, четко сформулируйте, кто вы, какой анонс мероприятия, какой регламент мероприятия. И попробуйте создать основную часть в виде некоторой структуры. Три основных секрета. Пять факторов, которые влияют на. Затем отрепетируйте основную часть, сделайте вывод после выступления и прорепетируйте это все несколько раз перед зеркалом. Вы увидите, что ваше выступление станет в разы увереннее, качественнее и лучше. Ну, а я жду вас на следующем занятии. И мы с вами поговорим о взгляде силы. Продолжение следует...